С начала года в Казахстане повысились социальные выплаты на детей. Но стоит ли радоваться и насколько ощутима сумма прибавки? Мы решили выяснить, сколько денег получат счастливые родители за рождение ребенка и уход за ним, а также сравнили полученную сумму с выплатами в соседней России. С января этого года единовременное пособие по рождению ребенка в Казахстане составляет 100 738 тенге при появлении первого, второго или третьего ребенка в семье и 167 013 тенге, если у вас родился четвертый и последующие дети. При рождении двойни или тройни выплату начисляют на каждого ребенка. Для сравнения, в России это же пособие составляет 17 479 рублей. В тенге это чуть больше 104 тысяч на каждого ребенка. В Казахстане это пособие выплачивают всем семьям ежемесячно, пока ребенку не исполнится один год. В России же выплаты получают до достижения ребенком полутора лет. В Казахстане ровно так же, как и в России, сумма выплат зависит от того, работала будущая мама до выхода в декрет или нет. Так, в Казахстане неработающие женщины ежемесячно из государственного бюджета будут выплачивать 15 270 тенге на первого ребенка, 18 054 тенге на второго, 20 811 на третьего и 23 594 на четвертого и последующих детей. В России эта же выплата составит 4512 рублей или 27 тысяч тенге на первого ребенка и 6 554 рубля или 39 тысяч тенге на второго и последующих детей. Помимо этого, в России для семей с маленькими доходами предусмотрена дополнительная мера поддержки – путинские выплаты. Так называют их сами россияне. С этого года малообеспеченные семьи будут получать эти деньги на детей до 7 лет. Сумма составит 5,5 тысяч рублей или 33 тысячи тенге. Официально трудоустроенная женщина в Казахстане имеет право на два вида выплат из Фонда социального страхования. Первое – это ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которое составляет 40% от среднемесячного дохода матери. Второе – это единовременная выплата по беременности и родам. Ее размер также зависит от дохода. Путем несложных расчетов можно вычислить ежемесячное пособие по специальной формуле. Ее вы видите на экране. К примеру, если за последние два года ваш заработок стабильно составлял 100 тысяч тенге в месяц, то 2 миллиона 400 тысяч мы делим на 24 и умножаем на 0,4. Затем от полученной суммы отнимаем 10%. Получаем 36 тысяч тенге. Именно столько вы будете получать ежемесячно. При этом потолок пособия не более 40% от 7-кратного размера минимальной заработной платы. То есть, какая бы большая зарплата у вас ни была, максимум, что вы будете ежемесячно получать, сидя в декрете, это 119 тысяч тенге за минусом пенсионных взносов. В соседней России сумма также составляет 40% от среднего заработка родителя. При этом максимум пособия 27 984 рубля в месяц или почти 168 тысяч тенге. Помимо этого, с 2007 года для каждого ребенка в России предусмотрен материнский капитал. Так, при рождении первого ребенка семья получит 466 тысяч 617 рублей или примерно 2 миллиона 800 тысяч тенге. При рождении второго ребенка к предыдущей сумме добавят еще 150 тысяч рублей или 900 тысяч тенге. При рождении третьего ребенка государство частично погасит за семью ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей. В тенге это 2 миллиона 700 тысяч. На руки эти деньги семья получить не может. Материнский капитал тратят только в безналичной форме на улучшение жилищных условий, образование ребенка, увеличение накопительной части пенсии матери и другое. Однако, если семья имеет статус малоимущей, ей разрешено получать ежемесячное пособие из средств материнского капитала. В Казахстане же материнского капитала нет.